Приветствую вас, друзья, и не другим. 3 ноября, день рождения Александра Градского. Ему 73. Я не говорю, было бы. Я говорю, есть. Потому что для меня Градский не умный. Просто он сегодня не собрал гостей. Хотя нет. В прошлом году он тоже не отмечал день рождения. Он очень тяжело болел. 28 ноября сердце его остановилось. Но я помню о нем. И я очень хочу, чтобы и другие тоже не забывали. Он гниальный. Кстати, насчет пить по ассоциации вспомнил несколько значительно известных крупных музыкантов. В моей системе координат. Не так давно нас покинули, включая... Я знаю. Да, конечно. В общем, были близкие. Да. Вы считаете, что каждому что-то отведено судьбой? Вот столько сочинить, столько написать, столько прожить. Или мы все сами авторы этого проекта? Я со вторым скорее соглашусь. То есть вы хозяин своей... Да. Ты делаешь какой-то поступок, он влечет за собой какие-то последствия. Ты совершаешь следующий поступок, вытекавший или вытекающий из этих последствий. Потом ты оказываешься человеком, для которого что-то становится важнее. Не музыка, например, не творчество, а что-то другое. Это не плохо и не хорошо. Это просто так. И дальше... Я не могу сказать, что Крис был человеком слабого характера. Нет. А музыкант он был одарен? Думаю, хороший музыкант был. Но понимаешь, у всех людей когда-то кончается вот этот вот самый набор идей. Вот мы же знаем, что были гениальные открытия в музыкальном жанре эстрадной песни Марка Фрадкина. Но это 25-30 гениальных произведений. Примерно, может быть, 30-40-50 гениальных произведений у моей замечательной старшей коллеги Александра Николаевна Пахмутова. Но когда-то это происходит со всеми. Ты не знаешь, что дальше писать. Уже столько придумано, столько всего найдено интересного, что каждая следующая находка для тебя очень трудная работа. Но у Градского будет новый материал в ближайшее время? Даже не знаю. У меня нет никакого нового материала в голове. Ну, мало, очень мало. Потом в этом же зале мы придумали кино. Мы придумали изображение и звук изображения. Я думаю, что это лучшее в нашем городе изображение и лучшее звук. Но у нас очень дорогая аппаратура. Очень. Нигде такой технике нет. То есть деньги город опять. Город, конечно. Единственное, что я ставлю там в очередной раз, сквастану себе в заслугу, то, что, на мой взгляд, получилось не дать никому ничего. Понятно. Позаимствовать. Как это сказать? Заработать. Распилить. Распилить. Все деньги, которые город давал, они все воплощены в технологию. Еще одно ноу-хау. Да, это главное. Это одно из главных ноу-хау. Может быть, поэтому он и строился в 25 лет. Но, тем не менее, надо отдать должное строителям, особенно тем, кто работал последние 2-3 года. Очень тщательно подошли. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Ирон Борисович Градский, отец советского рок-н-ролла. Кошмак такой. Ты согласен с этим определением? Конечно, нет. Ты отказываешься от... От такого термина, да. От родственных связей? Нет, я не отказываюсь от родственных связей, а от термина отказываюсь. Глупый термин. Ну, давай дедушка. Еще глупее. Продолжение следует...